Обычный рабочий день на высоте в 9 этажей. Денис Куницын вместе с напарником утепляет стену дома на шестой просеке. Но строительные работы по неизвестной причине пришлись, по его словам, не по душе соседки снизу. Она начала кричать, ругаться и угрожать. Что поднимется, столкнет нас. Да, было такое, кричала. И что перережет нам веревки. Ну, спасло меня то, что я еще не начал выполнять работы и увидел тот самый момент, когда она перерезала веревку. А так, если бы я этого не заметил, я мог спуститься ниже, ожидая, что веревка достает до земли и просто бы соскочил вниз. Женщина, которая, если верить рабочим, перерезала трос, забаррикадировалась в своей квартире и никому не открывает. На вопрос, зачем, из-за двери в ответ сначала доносилась только ругань. Потом ситуация немного прояснилась. Альпинисты работали в штатном режиме, утепляли фасад на девятом этаже. По их словам, свое решение перерезать веревку женщина аргументировала тем, что они якобы разбили ей окно. Но, как мы видим, стекла на седьмом этаже целые. На высоте альпинисты работают с ножами, перфораторами, молотками и пораниться можно при любом неловком движении. Конечно, при обрыве троса сработала бы страховка, но высотник все равно успел бы пролететь на 3-4 метра вниз. И если не задел бы кондиционер и арматуру на стенах, то точно бы ударился. Если бы Денис в тот момент находился ниже места пореза, исход мог быть трагичным. Любые вопросы можно решить словами. У ребят есть логотипы на спине. Там указан мой сотовый телефон, контакты. Со мной можно без проблем связаться. Никаких звонков не было, если люди решили так самоправно просто резать веревки. Что здесь можно сказать? Пусть разбирается полиция. На место прибыли полицейские. Высотники и руководство строительной фирмы намерены добиться расследования ЧП, чуть не обернувшегося трагедией. Алина Чемерес, Дмитрий Мешканцов. События.